Всем привет! Вы на канале Книжная Полка, и сегодня я хочу показать вам 8 новых книг. Да, возможно, это немного, но я, в принципе, книги покупаю редко. По моему, последнее видео о книжных покупках было в июле, а здесь ещё есть супердолгожданные истории, некоторые из них я вообще два года хотела купить. Так что уже не терпится вам их показать, и давайте начинать! И первые две книги от издательства Popcorn Books. Здесь у нас скам первый сезон Ева и Король Ворнов. Да, я знаю, что многие ждали вторую часть, и вот, наконец, она вышла. Я её купила в первых рядах, потому что мне не терпится узнать, что же здесь будет. Просто, знаете, прочитав первую часть Лисии Норы, я сразу задумалась, отчитать мне дальше или нет. Мне вроде понравилось, но как-то вот всё быстро прошло, и я не успела ни привыкнуть к персонажам, ни вообще как-то вникнуть в сюжет. И я думала, либо меня просто серия не зацепила, либо она просто не успела меня зацепить. Но, как вы видите, эта книга у меня в руках, и я всё-таки решила её прочесть. Я надеюсь, что вторая часть заинтересует меня больше, чем первая. Тут раскроются персонажи, я привыкну к ним, наконец-то. Возможно, сюжет станет динамичней. Если вторая часть не оправдает мои ожидания, к третьей я уже не прикоснусь. Всё-таки не буду отчитывать через силу. Ну и сценарий сериала Scam, который я смотрела примерно в прошлом году. Сериал мне очень понравился, даже несмотря на моменты, когда мне было стыдно за героев и стыдно в принципе. А тут я узнала, что Popcorn Books выпускает вот такие вот сценарии. Каждая книга — это один сезон, и сейчас вышло только два. Кстати, второй сезон я люблю больше, чем первый, но всё-таки решила начинать читать с первого, по хронологии, и как раз вспомню все сюжетные детали. Я думаю, что для фанатов сериала это самое то, но здесь всё написано реально как сценарий, то есть без описаний, сухо, но это как бы нормально, потому что здесь никто не претендует на художественное произведение. Это просто сценарии, чистые диалоги и комментарии от режиссёров. Далее покажу вам «Таинственный сад» Фрэнсис Бёрнетт, и об этой книге я узнала совсем недавно. Как-то раз я листала ленту в Инстаграме и наткнулась на трейлер фильма. Я посмотрела этот трейлер, меня заинтересовало, а потом я узнала, что есть и книга, и решила сначала прочесть её. Сюжет напомнил мне Полианну, и мне действительно сейчас хочется чего-то похожего, такого доброго, слегка детсковатого и забавного. Здесь в центре романа 10-летняя девочка-сирота, и она переезжает к своему строгому дядюшке. Здесь не тёте, а дяде, и это, наверное, почти единственное различие в аннотациях. Она вынуждена привыкать к совсем иной жизни, чем была у неё раньше. В один день она находит заброшенный сад, куда ей запрещалось заходить, и там вот что-то случается, какие-то тайны, какое-то удивительное место. Смутно представляю, что будет дальше, но, повторюсь, я ожидаю чего-то доброго и похожего на Полианну. И если мне понравится, конечно же, буду смотреть и экранизацию. Моё знакомство с Фредериком Бакманом прошло в начале 2018 года, и удачно, но с того момента оно как бы и приостановилось, закончилось, и я ничего больше у него не читала, кроме второй жизни Увы. Но тут в книгообмене мне прислали «Медвежий угол», и это книга, которую мне действительно давно хотелось прочесть. Как я понимаю, это будет трилогия, у нас уже переведена вторая часть, а третья вообще неизвестна, когда выйдет. Здесь есть крошечный городок, и у него как бы вообще нет сфер развития, а люди просто живут, стареют, а все молодые уезжают учиться в другие города, в нормальные университеты. Но всё же в городе присутствует одна важная вещь, и это хоккейная команда. И эта, можно сказать, захолустная команда хочет пробиться в национальный финал, то есть там будут профессионалы, и я не знаю, получится у них или нет, что вообще тут будет, но мне безумно хочется прочесть эту книгу зимой, по обложке она кажется именно зимней, ещё я знаю, что здесь должны быть грустные моменты, это же Фредерик Бакман. Например, «Над второй жизни увы» я пустила слезу хотя бы пару раз точно. Я надеюсь, что здесь будет динамичный сюжет и та же саркастическая манера повествования Фредерика Бакмана. Ну и, конечно, атмосфера маленького городка — это всегда что-то такое приятное, как будто отдельная вселенная. Я откладываю эту книгу на начало следующего года, где-нибудь в январе-феврале я её обязательно прочитаю. Вообще, я бы начала её прямо сейчас или хотя бы в декабре, но мне кажется, это будет слишком классно. У меня будет просто шквал эмоций, и книга попадёт в лучшие годы, а у меня за 2020 год уже книг 10 в лучших, и как бы куда больше, как я видео буду снимать, нельзя же все 60 прочитанных книг туда вместить. Так что по такой вот глупой причине я откладываю её на следующий год, чтобы, если она мне сильно-сильно понравится, то она пойдёт в лучшие уже следующего года, а не этого. Охота на Дьявола Керри Монискалка, и это четвёртая, заключительная часть серии Охота на Джек-Потрошителя. Охота на Джек-Потрошителя я начала читать в 2019 году, и тогда вышла только первая часть, потом вышла вторая, потом вышла третья, и все они у меня уже прочитаны. Ну а осенью вышла и четвёртая, и оказалось, что она заключительная, я даже не подозревала об этом. Я знаю, что сейчас сложно достать первую часть, потому что у неё закончился тираж, и она пропала из магазинов, но эта серия потрясающая, здесь прекрасная любовная линия, действительно классный сюжет и неожиданные развязки. Ведь это детективы, и я видела, что люди угадывают концовки, как люди вообще это делают. Я за три прочитанных книги серии ни разу никого даже правильно не подозревала, не то чтобы угадывала. Вообще, кто не знаком с сюжетом этой серии, в первой книге у нас появляется главная героиня, Одри Роуз Уотсворт, и она, несмотря на строгие рамки отношения к женщинам в те времена, то есть они не должны были работать и обучаться в принципе, у неё есть страсть к хирургии, медицине и даже вскрыванию как бы трупов. Она всё-таки продолжает своё увлечение, обучается, и тут встречает загадочного Томаса Крессула. И всё вроде хорошо, пока не начинается убийство в Лондоне, а именно убийство Джека Потрошителя. По-моему, он нападал исключительно на женщин. И вот здесь получается, что атмосфера накаляется с каждой минуты, ведь Одри сама живёт в Лондоне, и там происходят вот эти нападения, и каждую главу ты боишься, что сейчас нападут на неё, что сейчас её убьют. И чем дальше ты читаешь, чем больше новых жертв, тем страшнее становится читать, страшнее за главных героев. И в каждой части у нас новый преступник, новое место действия. Например, в первой, я уже сказала, это Лондон, во второй это замок Дракулы, Румыния, и это, наверное, самая атмосферная часть. А в третьей это пароход, закрытое пространство, и людям некуда деться. Они вынуждены неделю жить на корабле, на котором каждый день происходит убийство. Ну а главным героем во всех четырёх книгах остаются Одри и Томас. И они, наверное, одна из самых таких милых пар, которые я вообще встречала в современной литературе. Они постоянно ссорятся, но при этом помогают друг другу и поддерживают в трудные моменты. Я люблю эту серию за то, что здесь есть и детективная линия, и любовная, и обе просто невероятные. Я как бы рада, что четвёртая часть вышла, но с другой стороны, мне так не хочется заканчивать эту прекрасную серию. Не хочется прощаться с героями, хотя любопытно посмотреть, чем же закончится их приключение. Ну и последние три книги, пожалуй, самые долгожданные. Первая книга — это «Тёмные птицы» Марина Казинаки и Софи Авзюхина. Не знаю, правильно ли я поставила ударение. Это третья часть серии «По ту стоянную реке», и нет, не спрашивайте, остальных трёх частей у меня на полках нет. Просто эту серию сейчас сложно найти, у неё вышло переиздание, но даже его разкупили очень быстро, и я уже не думала, что смогу себе достать эту серию в ближайшее время. Но вдруг пошла с подругой в «Читай город», просто посмотреть, ничего покупать не планировала, и мы с ней набрели на отдел скидок. Там немножко повреждённые такие книги, то есть у них поцарапаны корешки или немного погнуты какие-то страницы, и т.д. Я иду между этих стеллажей, и вдруг вижу третью часть. И я сразу её схватила, посмотрела, на ней никаких таких увечий нет, только сзади небольшая царапинка, но я её еле разглядела. И стоила она не 600-700 рублей, а 200, при этом ещё и третья, и вторая часть — это как раз те части, у которых доп-тиражи выходили очень давно, или вообще не выходили. И, понятно, я вот сразу её схватила, пошла на кассу, купила, и счастливо сижу. Конечно, не знаю, где я откопаю остальные три части. Если первую сейчас можно заказать, последнюю, в принципе, тоже, то второй практически нигде нет. Но я особо не расстраиваюсь, потому что серию буду читать только летом. Мне кажется, там такая свободная, расслабленная атмосфера, и хочется читать эту серию именно в каникулы. Впереди ещё несколько месяцев, и я надеюсь, что к началу летних каникул я успею найти все части. «Грозовой перевал» Эмили Бронте. Об этой книге я узнала, как только полюбила читать, потому что моя сестра обожает эту историю, как и «Горость предбуждения», как и «Унесённых ветром». И вот «Горость предбуждения» я сразу же прочитала по её совету, ещё когда у меня книжная полка состояла из пяти книг там где-то. А «Грозовой перевал» я отложила на потом, и вот прошло два года, или уже почти три, и ничего, я его так и не прочла. Каждый раз я видела его в Ашане, но проходила мимо, потому что у меня ощущение, что эта книга станет одной из любимых. Мне хотелось как-то вот отложить хорошее на потом, как белочка, которая закапывает там в лесу какие-то себе орехи, чтобы насладиться ими потом. Вот так вот я откладывала эту книгу. Но недавно я пришла в Ашан всё-таки с целью её купить, чтобы прочитать это осенью. И знаете что? Это издание пропало из магазинов. Именно эксклюзивная классика в мягкой обложке, с вот такой вот картинкой, сейчас начали выпускать новые, и вроде в новом переводе, но я уже привыкла к этому оформлению, и мне хотелось прочитать именно в нём. Да, для меня иногда важно оформление книги. Я хочу, чтобы любимые мои книги были в идеальном состоянии и очень красивые. Конечно, не факт, что эта книга станет одной из любимых, но у меня есть такое ощущение. Но опять же, я участвовала в книгообмене, и мне прислали именно с этой картинкой. Огромное спасибо Ксюше, которая отправила эту посылку. До конца этого месяца я точно должна её прочесть. Так что ждите самые свежие и яркие эмоции в скором времени. Ну и последняя книга, а точнее целых 7 книг в одном переплёте, это Хроники Нарнии. Ещё с детства я смотрела и пересматривала фильмы просто до дыр, но тогда я даже не подозревала о существовании книг, а вот когда я уже начала читать активно, я узнала об этой серии, но почему-то её не заказала себе, и не заказывала больше двух лет. Но на днях мне в ТикТоке попалось видео с эстетикой фильмов, я вспомнила про фильмы, я их, кстати, тоже давно не пересматривала, хотя очень люблю, мне захотелось к ним вернуться, а потом я вспомнила, что есть же серия книг, и раз уж я так удачно забыла сюжет фильмов, можно же сначала прочесть. Тем более фильмов снято вроде бы 3, а книг 7, и я вообще не подозреваю, о чём остальные 4. Я возьмусь за все 7 частей на каникулах, они у меня начнутся с 15 ноября, так что совсем уже скоро. Мне кажется, это одна из самых масштабных и известных фэнтези-серий, и когда я рассматривала все варианты изданий и все аннотации, я в одном из них увидела, что Клайв Льюис дружил с Толкиным, а Толкин — это человек, которым я крайне восхищаюсь. Во-первых, я обожаю «Свене колец» и «Хоббита», во-вторых, я недавно посмотрела фильм с его биографией, и полюбила его ещё больше, а тут я узнаю, что они с автором этой серии лучшие друзья были, и у меня желание прочесть просто вот так вот выросло моментально. Кстати, выбрала я вот это издание с львом на обложке, оно мне показалось самым таким сказочным, самым волшебным, и здесь даже есть множество иллюстраций. Уверена, это будет потрясающе, и я, наверное, сниму книжный флог в момент, когда буду читать, потому что хочу запечатлеть свои эмоции. Я считаю, это одни из самых лучших и удачливых книжных покупок за всё моё читательское время. Мне будет интересно почитать ваши комментарии, если вы какие-то из этих книг читали или хотите прочесть. Также делитесь, какие книжные покупки были у вас. Ну и да, вы были на канале Книжная Полка, я надеюсь, что это видео вам понравилось и вызвало с приятной эмоцией. Не забудьте поставить лайк и подписаться, если это действительно так, а также можете заглянуть в мои книжные Инстаграм и ТикТок. И до встречи в следующих видео!